В соответствии с реформой образования, русские гимназии обязаны преподавать 60% предметов на эстонском языке. Формально с этой задачей гимназии справились. Вопрос лишь в том, какой ценой. Из рапорта следует, что зачастую переход прошел лишь формально. Рабочая группа в течение мая посетила 13 русских гимназий по всей стране. Ее участники общались как с учителями, так и с учащимися. При этом группа не собиралась кого-то проверять и наказывать, но приглашала именно сотрудничать. Приветствовалась и конструктивная критика. Это не исследование в строгом смысле. То есть, естественно, что то, что результаты во многом были очевидны, это нормально. То есть, в этом смысле они звучали из разных источников, но в конечном итоге мы сейчас прошли эти школы и мы можем сказать, что да, вот такой пакет проблем, такой пакет решений, который можно для этого... То есть, в принципе, мы достигли определенной стадии, откуда можно идти дальше. Выяснилось, что цели и критерии, поставленные в связи с переходом на эстонский язык обучения, до сих пор неясны до конца и не конкретизированы. Обучение в русских гимназиях на эстонском языке является лишь частью процесса в педагогической жизни Эстонии. Но оно настолько овладело вниманием и учителей, и учеников, что порой школа выпадает из общего педагогического процесса. Ученики недовольны тем, что порой эстонский язык изучается за счет других предметов, зато явно не хватает живого человеческого общения. Все однозначно высказались за то, что нужно, кроме уделения внимания урочному времени, где мы, так сказать, обучаем эстонскому языку, нужно еще больше гораздо внимания уделять той внеурочной деятельности по общению на эстонском языке. Это могут быть обмены учениками на какой-то период времени в эстонской школе, как эстонских ребят в русские школы, так и русских. Это могут быть летние лагеря для русскоязычных ребят с эстонским языком. Это могут быть обмены учителями для преподавания, когда из эстонской школы приходит учитель в русскую школу и наоборот. Жесткая схема 60% на 40% решает возможности школам быть более индивидуальными. Тому же порой невозможно найти учителя, имеющего преподавать обязательные предметы на эстонском языке. Особенно эта проблема касается и довирума. Школам следовало бы предоставить больше гибкости, при этом не снимая ни со школ, ни с самоуправления ответственности за качество образования. Это лучше, чем перед классом стоит учитель, который преподает на плохом эстонском языке, так что у учеников есть возможность сказать учителю, что знаете учительница, вы не знаете эстонский язык, мы не знаем, лучше учим и говорим на русском языке, тогда обе стороны понимают. На самом деле не надо же устраивать какой-то театр или спектакль, или из этого перехода делать какой-то анекдот, а делать то, что в наших возможностях есть. И стараться делать с этими возможностями так хорошо, как это в этих условиях возможно делать. Проблемы в учебных пособиях на эстонском языке. Ученики считают их слишком сложными, ведь разработаны они для эстонских учащихся. Похоже, что проблем русских гимназий скопилось немало. Специалистам они могут показаться очевидными, но теперь их зафиксировали в качестве рапорта, который утвердил министр образования Евгений Осиновский. Как заверили в министерстве, его чиновники проведут тепеланализ. Осталось ждать, ляжет ли рапорт под сукной, или государство сделает необходимые выводы. Ведь прежде тех, кто подвергал сомнению качества реформ, нередко объявлялись врагами не только образования, но даже всего поступательного движения страны к будущему. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.